Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И в своем предыдущем видео я сделал анонс методики многомерный личностный тест. Говорил о том, что она будет доступна абсолютно бесплатно. И это так. Мы сейчас находимся на странице этой методики на нашем сайте. Соответственно, начну не с начала, а с конца, а именно лицензионное соглашение и заявка на MLT. Скачивая этот файл, заполняя определенные данные в этом документе и отсылая его нам, вы принимаете некие условия этого соглашения, делаете свою заявку на собственно программное обеспечение и получаете его совершенно бесплатно от нас. Чтобы было более понятно, я перейду к этому файлу. Я вот его скачал здесь и вот он на моем рабочем столе. Собственно, давайте проведемся, пробежимся по каким-то основным. Этот файл небольшой, то есть тут буквально три страницы. Давайте я вам весь полностью покажу. Значит, здесь вся информация об этой методике краткая. Собственно, перед тем, как начать пользоваться программным обеспечением, необходимо принять некое лицензионное соглашение. Ну и давайте основные моменты я этого лицензионного соглашения озвучу. Может быть не все, но основные. Итак, первое. Участники программы это дипломированные психологи, медицинские, клинические психологи, психофизиологи, заказавшие диагностику методики МЛТ, многомерно-личностного теста. Гарантированная продолжительность существования этой программы, обращу внимание, это программа не ПО, речь идет, а именно о некой программе участия в исследовательской научной деятельности научно-практического центра АКМЭ. Гарантированная продолжительность этой программы составляет 3 года с 01.01.2017 по 31.12.2020 года. Цель этой программы – получение участниками сведений о возможностях методологии многомерно-личностного подхода в оценке личности человека и, собственно, тестирование и использование программного обеспечения, которое тоже совпадает с названием программы «Многомерно-личностный тест». Здесь вот это изложено. Далее идет, собственно, текст лицензионного соглашения. Я понимаю, что большинство людей вряд ли читает инструкции к приобретенному какому-то программному обеспечению. Еще как-то лицензионное соглашение остается где-то в стороне, неважное, ненужное, но, тем не менее, здесь это надо прочитать, ознакомиться. Оно небольшое, вот буквально сколько получается – 11 пунктов. Ну и давайте кратко пробежимся по каждому из них. Будучи зарегистрированным участником программы, гарантированно вы получаете программное обеспечение бесплатно в свое собственное пользование. Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо заполнить это, собственно, самое лицензионное соглашение. Принимая его, вы получаете программное обеспечение. Вот, собственно, я озвучил три пункта. Четвертый пункт. Вы берете на себя ответственность за выдачу ПО, а также ведение статистики и результатов его использования. Оно в вашем полном распоряжении. Вы будете получать результаты по этой методике. И это лежит, как бы, на вас эта ответственность. Никому нельзя эту методику предоставлять. Оно предоставляется вам только для индивидуального использования. Передавать его третьим лицам не рекомендуется. При возникновении любых вопросов, вы можете обратиться на сайте. У нас есть размещен этот адрес. То есть на сайте lpfo.pro находится вот у нас такое же мыло. e-mail адрес lpfo.sobako.gmail.com Вы можете на него написать, на эту почту, и задать любые интересующие вас вопросы. Все очень просто на самом деле. Вы, шестой пункт, устанавливая, скачивая, вы даете тем самым согласие на все пункты данного соглашения. Далее, седьмой пункт. Идет инструкция по установке. Получаю персональную учетную запись в системе в соответствии с указанным адресом, моей электронной почтой и так далее. Мы сейчас к этому перейдем более подробно. Вся привязка в этой базе у нас на сайте, в НПЦ ЭКМЕ, ведется через ваш персональный e-mail. То есть, вы скачиваете эту заявку, отправляете эту заявку с своего персонального e-mail адреса и получаете программу на этот e-mail адрес. Далее, любая переписка с вами ведется только через ваш персональный e-mail адрес. Дистрибутив программы загружается непосредственно с сайта, и здесь указана страница загрузки этого сайта. Все очень просто и понятно. Использование. Вы можете использовать предоставленное ПО только в некоммерческих целях, таких как обучение, различные исследования, разработка учебных программ, курсов, каких-то образовательных вещей в рамках персональных ваших личных проектов. Вот это, собственно, девятый пункт. В течение... Десятый пункт. По истечении срока программы МЛТ вы не вправе требовать обновлений предоставленного ПО и так далее. Но это вполне понятно и логично. Но вы можете его, соответственно, будете по окончанию этой программы приобрести свое личное пользование. Одиннадцатый пункт. Обязанностью научно-практического центра МЭЛ лаборатории психологического обеспечения является постоянная, всесторонняя методологическая и техническая поддержка участников. Обязанности участников – здоровое соблюдение правил и использование методики многомерно-личностного теста. Другими словами, мы обязуемся поддерживать это программное обеспечение неограниченно долгое время. Вы же обязуетесь не нарушать условия выше приведенных пунктов лицензионного соглашения. Скачивая такой документ с нашего сайта, как я уже вам показывал, из вложения со страницы с методикой, вы должны с ним согласиться, написать здесь свою фамилию, имя, отчество и поставить подпись. Подпись может быть электронной, то есть сфотографировали и вставили сюда в виде картинки. И, соответственно, это считаться будет принятием вами условий и согласия на использование программного обеспечения, которое вам передается. Далее, значит, самое важное. Пункт первый – это заявка на использование ПО, распространяемое по программе МЛТ. Соответственно, все пункты являются обязательным, за исключением последнего. Ну, давайте посмотрим. Номер заявки. То есть вы заказываете, можете заказывать программное обеспечение неоднократно. Ну, допустим, здесь будет цифра 1. Первая заявка от вас, там Иванова Ивана Ивановича. Можете потом дополнительную заявку оформить, там под цифрой 2, 3 она будет. Она будет, эта заявка, этот документ от вас будет храниться в нашей базе данных. Вот. Значит, вы прописываете номер заявки, которую заполняете. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вы можете заказать неограниченное количество методик. Всего их будет 92. Как бы 90, по количеству 92 свойства личности, которые исследуют это программное обеспечение. Обязательно мы проставляем дату заявки, от какого числа эта заявка будет. Вы пишете свою полную фамилию, имя, отчество. Ставите свою дату рождения. Это является обязательным условием для всех, кто хочет получить это программное обеспечение в пользование. Образование. То есть, выписываете учебное учреждение и, соответственно, факультет, который вы оканчивали. Это может быть, значит, любой психологический факультет, медицинская психология, факультет в медучреждениях, в медобразовательных учреждениях и так далее. Далее, пункт 6. Обязательно прописывается место проживания. Нам очень важна география распространения нашего программного ПО. Далее идет седьмой пункт. Место работы. Предположим, медицинский психолог, ПСО, психиатрического стационара, такой-то город. Должность. Предположим, это может быть психолог образовательного учреждения, медицинский психолог и так далее. ПСИХОФИЗИОЛОГ или как-то еще. Если же вы обучаетесь на факультете психологии или медицинской психологии или психофизиологии, вы можете просто вписать студент или вписать свою должность. Предположим, психолог или медицинский психолог. В зависимости от того, какую должность вы занимаете, как она у вас прописана в трудовой книжке. Далее, обязательно для связи, это тоже обязательным требованием является, СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН. То есть мы знаем, что этот человек у нас такого-то города, мы можем с ним связаться, чтобы не играть в глухие телефончики. Предположим, он нам написал какое-то письмо, мы ему ответили в письме, чувствуем, что необходимо пояснить какие-то моменты по телефону или проще это сделать по телефону. Все входящие звонки бесплатно. Вы, предположим, находитесь там, я не знаю, в Самаре, в Саратове, во Владивостоке, где-то на Камчатке или там где угодно, на Сахалине, мы вам звоним. То есть у нас неограниченная возможность по связи. Мы можем позвонить, что-то уточнить, или вы можете нам позвонить, попросить нас вам перезвонить, чтобы вам деньги не тратить. Мы это берем все на себя. И чтобы пояснять все, иногда лучше сказать, нежели написать. Бывает такое. Собственно, очень важный момент. E-mail. Это обязательным условием является. То есть на этот e-mail мы вам пишем, отвечаем. Вы нам пишите с этого e-mail, отправляете с него заявку, собственно, данную. Получаете на свой e-mail программное обеспечение. И мы работаем только с ним. Если у вас, предположим, коллега захотел тоже воспользоваться этим программным обеспечением, он должен заполнить эту заявку самостоятельно. Ему также будет предоставлена возможность пользоваться этим программным обеспечением. Ну и при необходимости, понятно, это примечание. Если есть какие-то вопросы, которые надо задать, вопросы какие-то непонятные, что-то не ясно, вы сюда можете свободно это вписать. И мы вам обязательно ответим по вашему e-mail адресу. Или если захотите, можем позвонить вам. Ну, собственно, вот и все. То есть вот эта таблица, она является, собственно, заявкой. Далее идет не очень, очень немаловажный момент. Это алгоритм получения методики. Смотрите, как это происходит. Шаг первый. То есть методика находится на странице скачивания на нашем сайте. И вы ее скачиваете. Шаг первый. Значит, заполняете таблицу заявки и заполняете таблицу, где заказываете, собственно, интересующие вас свойства личности. Всего их 92. Значит, в течение одного-двух рабочих дней вы получаете программное обеспечение. Оно отправляется вам на электронную почту. Далее. Вы пользуетесь, проводите обследование, результаты отправляете с вашей электронной почты почты на нашу электронную почту LPFO PRO и в течение одного-двух рабочих дней получаете на свою электронную почту результаты проведенных вами обследований, кого-либо то ни было. Вот такой краткий и простой алгоритм из четырех шагов. Все очень просто. Далее, собственно, идет раздел 2. Заказываемые свойства личности. Всего их 92 свойства личности. Здесь вот они в этой таблице все перечислены. То есть, 66 положительных, обратите внимание, положительные свойства личности. И 26 отрицательных свойств личности. Вы можете заказать за одну заявку до 10 свойств личности. Ну, рекомендуется, поскольку методика достаточно объемная, приходится думать, она для интеллектуальных людей, то есть, она не может быть использована для олигофренов, еще что-то как-то. То есть, для развитых людей рекомендуется до 5 свойств заказывать за раз. Это программное обеспечение будет для вас индивидуально сформировано, и вы получите файлик, который просто запустите без всякой установки и сможете провести обследование по 5, допустим, свойствам личности. Требуется 3, пожалуйста, формируем заявку по 3 свойствам личности. Требуется 7, пожалуйста, формируем заявку до 7 свойств личности. Но до 10 свойств личности. Иначе представьте себе, 114 вопросов по каждому из свойств. Это получается 1000 с лишним вопросов. Это очень долго, тяжело, поэтому рекомендуем заказывать несколько, делать заявок. Допустим, в одной заявке 2 свойства личности, трудолюбие и квирулянство. Ну, к примеру, да, или спокойствие и скромность 2 свойства личности. Потом вы поняли, что вам интересно, значит, какое-то другое свойство личности. Вы можете повторно оформить эту заявку, и мы сформируем вам программное обеспечение. И также его отправим по любым другим свойствам личности. До 10, не больше 10, 11 выбрать нельзя. Очень долго. Это связано именно с продолжительностью одного обследования. В принципе, вот одно какое-то свойство личности, оно занимает по времени примерно, ну, 20-25 минут. Вот представьте себе, что если возьмем среднюю цифру 20 минут, и вы закажете программное обеспечение на 10 свойств, вот умножаете 20 минут на 10 свойств личности. Сколько у вас испытуемые будут проходить обследование. Это сделано с запасом, но в среднем нормально воспринимается испытуемыми. У нас они проходили обследование несколько сотен человек по этой методике. По первым версиям, еще не стабильным, но работоспособным. Они проходили по 3-4 свойства личности. Оценка происходила. Вот и база данных у нас собрана. Я вам буду показывать. Покажу обязательно эту базу данных. На данный момент четко проработано, то есть программное обеспечение стабильно, но по свойствам личности из 92 свойств личности четко отработан стимульный материал по 8 свойствам личности. Я в последующих видео тоже об этом буду говорить. 8 свойств личности доступны на данный момент. Другие, если вдруг вам необходимо оценить трудолюбие, как свойства личности человека, вам необходимо будет подождать недельку, может быть, две, чтобы мы сформировали, отработали, проверили работоспособность методики со свойством личности трудолюбия, или требовательность, или терпимость, и так далее. Значит, что еще хочу, забегая вперед, это вам, может быть, пока покажется не очень понятным, но, допустим, свойства личности спокойствия. Каждый из свойств личности включает в себя от 3-4 до 10-15 субсвойств личности. То есть, допустим, спокойствие, оно характеризуется тем-то, 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 другими какими-то свойствами, да, то есть как бы свойствами. Но мы провели специализированный, специальный анализ, и вот спокойствие, оно включает в себя много-много-много-много дополнительных каких-то характеристик. Я обязательно покажу и расскажу об этом подробно в каких-то следующих видео. Я буду снимать целый цикл, может быть, не один десяток этих видео, посвященных свойствам личности, самой методике, программному обеспечению. Так что наберитесь терпения, кому это будет интересно, я расскажу об очень многом. Буду останавливаться очень подробно на многих-многих нюансах и аспектах этой работы, этой программы MLT. Вот, собственно, все. Тут указано, что заявка может быть оформлена на не более чем 10 свойств личности, как положительных, так и отрицательных. Не принципиально, если, предположим, вы закажете 3 свойства личности положительных и примерно, к примеру, 2 свойства личности отрицательных. Вдруг вы решили, что вот вам жадность неинтересна это все, значит, вы хотели бы импульсивность. Вместо заменить жадность на импульсивность, вы также пишете дополнительную заявку под следующим номером, и мы вам меняем в этом программном обеспечении, которое вы будете использовать, мы вам меняем жадность на импульсивность. Заказать можно до 10 свойств личности. Давайте вот вернемся на сайт. Предположим, есть сайт, файл матрица свойств личности. Давайте я его тоже скачаю. Вот он загрузился. Я его открою. То, о чем я говорил, только что забегая немножко вперед. Вот обратите внимание, искушенность, да, свойства личности, положительное свойство личности, оно включает в себя понятливость, смышленность, сообразительность, хваткость. Обратите внимание, то есть свойство личности называется искушенность, но по результатам специального анализа математического расчета мы в искушенность, как свойства личности, включили такие понятия, мы их назвали субсвойствами, да, как понятливость, смышленность, сообразительность, хваткость. Также можно посмотреть, предположим, конформность, да, то есть идет определение собственной конформности, но в конформность включается свойство личности конформизм, уживчивость. Свойства личности лицемерия. Собственно, определение свойства личности лицемерия, оно включает в себя вкратчивость, лживость, уклончивость и ханженство. Вот, собственно, вот так это выглядит. Этот файл также доступен для скачивания, вы можете скачать и посмотреть. Файл называется матрица личности человека. Здесь приведены 92 свойства личности, которые включают в себя так называемые субсвойства. Ну, давайте еще один пример. Свойство личности покорность. Оно включает в себя безропотность, ведомость, зависимость, кротость, покладистость, послушание, сговорчивость, смиренность, уступчивость. И это было сделано нами не просто так, а путем специального математического анализа. Поэтому, возвращаясь к предыдущему файлу, о чем я уже говорил, каждое свойство, оно имеет так называемые субсвойства. От 2-3 до 10, а то и 15 субсвойств. Чтобы все это понять и осмыслить, вам, конечно, необходимо будет наряду с этой заявкой, закрою этот документ, вот, скачать файл матрица личности человека, и вы увидите вот такой вот экселевский файл, такую экселевскую таблицу. И сможете ознакомиться со всеми определениями. Трудолюбие – это любовь к труду. Идет, собственно, характеристика трудолюбия, которая включает в себя, ну, в данном случае не включает, ну, допустим, как я уже говорил, тревожность, да, она включает в себя бдительность, боязливость, манительность и настороженность. Вот такая вот структура каждого свойства личности. Так что заходите на сайт, скачивайте как заявку, еще раз подчеркну, вот она здесь находится, также скачивайте и матрицу личности. Сразу можно у себя на компьютере создать папочку MLT, скачать и оформить первую заявку, и, соответственно, скачать все эти файлы, они в свободном доступе, и посмотреть как матрицу личности, посмотреть словарь и определение свойств личности, свойства личности человека, включенное в MLT, увидеть все 92 свойства, ознакомиться с компонентами, факторами второго порядка, и общей теорией методологии многомерно-личностного анализа. То есть скачиваете все это отдельными файлами, знакомитесь с этим всем материалом, скачиваете заявку, и можете заказать. На данный момент проработано 8 свойств личности из 92. Проработано в том смысле, что четко проработан стимульный материал каждого из этих 8 свойств. Так это выглядит. Здесь вы, соответственно, выбираете звездочкой, еще остановлюсь на техническом моменте, на компьютере выбираете звездочкой, допустим, свойства личности адаптивность, свойства личности критичность, свойства личности осторожность, и, соответственно, там, может быть, отрицательные какие-то свойства выберите. Таким образом, мы формируем для вас индивидуально программу тестирования, тест компьютерный, программный, в котором будет включена свойства личности адаптивность, критичность и осторожность. Отправляем вам это все по электронной почте, и вы сможете им воспользоваться этим тестами, этими программами, получить результаты. Собственно, наверное, на этом все. Далее я буду подробно останавливаться на многих-многих других каких-то нюансах всего этого мероприятия, всей этой программы и, собственно, теста. Можете уже начинать задавать вопросы, пишите мне на почту и уточняйте, что вам будет интересно, что будет непонятно и так далее. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok